РАДИО БОЛТКОМ УТРА НА БОЛТКОМЕ Это будет большой, я понимаю, полнометражный фильм, и меня вот очень было приятно, поразило, насколько это было действительно профессионально, здорово сделано, насколько я слышал потом, когда выходили зрители из зала, они обсуждали именно диалоги прописанные, то есть очень такие затянутые, вот именно такие очень быстрые, очень остроумные, живые, то есть вот в принципе было очень приятно, что у нас снимается такое жанровое именно кино, кино для всех, кино для публики, и это еще один момент, что очень красиво показана была Рига, то есть она действительно стала таким каким-то со-персонажем, то есть героем этого фильма, и она представляет Ригу совершенно с каких-то необычных интересных ракурсов, смотришь и думаешь, боже мой, вот там есть фильмы «Париж, я люблю тебя», там куча других, и вот сейчас ты видишь, смотришь на Ригу совершенно новыми глазами. Ну это тем более приятно, что хватает примеров, я не знаю, в советском синематографе очень красиво умели снимать Москву, замечательный фильм «Питер.ФМ» тоже приходит, на Умбре показаны были вот эти все бешеные крыши и прочие красоты Питера, и вот Рига мелькнула тоже очень красиво, за что отдельно сразу большое спасибо. — Как создавался, ну сразу вот начнем, может быть, с того, как создавался этот маленький вот фильм, может быть, и что сейчас планируется, какие дальше части снимать? — Создавался он долго, и идея первая, сценария, пришла в 2016 году, то есть я закончил свою дебютную короткометражную работу, мы тогда встретились в Москве с моим другом и сценаристом Павлом Тивиковым, и мы гуляли по Москве и обсуждали, что же мы могли бы сделать следующее вместе. И накидали несколько идей, и одна из этих идей трансформировалась именно в идею этой новеллы, которую мы сняли, про молодых людей, которые встречаются на Тиндер-свидании, вот, и, скажем, у них происходит определенный диалог, определенная маленькая история, заключенная в одном вечере, и, в общем, в этом получился весь фильм. — Насколько я знаю, все-таки фильмы снимаются за деньги, для этого нужны какие-то средства, откуда были взяты средства на это производство? — Ну, основные средства — это частные какие-то инвестиции и персональные накопления, это то, что было. — Вот, в любом случае, мы этот проект, этот фильм делали, как уже было упомянуто, три новеллы, объединяющиеся в один полнометражный фильм. Вот, и инвестиции, которые у нас были, нам хватило на данный момент только на одну новеллу, вот, и мы ее снимали с расчетом на то, чтобы получить инвестиции еще на две новеллы по результатам съемок, чтобы закончить уже полноценно весь фильм. — К сожалению, так получилось, что снимали мы в 2019 году, и как только мы, в общем-то, планировали уже закончить и начать поиски инвестиций, начался всем небезызвестный ковид, и когда люди перестали вообще куда-либо вкладывать деньги, перестали думать об искусстве, больше о еде, что справедливо, но, с другой стороны, это поставило какой-то не крест, но такую очень жирную точку с запятой на нашем проекте. Мы ждали, по сути, год, вот, до 2021-го, пока немножечко обтается эта ситуация для того, чтобы мы могли, ну, как минимум, хотя бы провести закрытую премьеру в кинотеатре, потому что еще в прошлом году это было практически невозможно. — Юдем? — Ну вот, что дает участие в инвестировании фильма, не знаю, предпринимателю, там, человеку с деньгами? — Ну, в первую очередь, наверное, объем инвестиций, то есть это может быть действительно меценатство, потому что очень много людей, которым это интересно может быть в виде хобби. Второй момент — это, конечно, вложение и потом прибыль, потому что фильм, как правило, идет в прокат, это деньги с билетов, и это можно рассматривать, как, наверное, какой-то бизнес-план. Также, допустим, важно актеры, которые участвуют в фильме, это всегда влияет как раз-таки, ну, на продажу билетов, это естественно и понятно. Поэтому можно, я думаю, что это определенный вид, наверное, заработка для части. — Есть люди, которые вкладывают в это деньги, это рискованные инвестиции, потому что кино, нельзя никогда угадать, что получится в результате, но это инвестиции, которые люди делают, вкладывают деньги для того, чтобы получить прибыль. Вот, и есть меценаты, как Юля сказала, это во все времена были меценаты, которые поддерживали искусство художников, музыкантов, и точно так же сегодня существуют люди, которые любят искусство, которые обладают какими-то деньгами, которыми они распоряжаются, и могут позволить себе поддерживать те идеи художественные, идеи искусства, которые им самим близки, которые им самим нравятся. — Позвольте сделать вывод, что, очевидно, в последнее время таких людей, по меньшей мере, в Латвии не так много, раз денег хватило только на одну навелу из трех, и упомянутые вами бизнес вот эти планы, они, ну, такие классические, возможно, в чем-то устаревшие. А более современные бизнес-модели, я не знаю, тот же самый краудфандинг, был вами опробован, задействован или нет, или планируете? — Это уже, наверное, не совсем эффективно. Это можно было делать где-то, наверное, 5-6 лет назад, и это также зависит, из какой страны ты это делаешь. То есть, в Латвии, например, недостаточно развита эта культура поддержки через какие-то интернет-платформы. У нас это редкость, у нас это вдиковинку, и люди к этому достаточно с осторожностью относятся. Допустим, если бы это делалось в какой-то стране, как, не знаю, даже той же Великобритании, и там это принято, там это достаточно такая частая практика. — В России, по-моему, 28 панфиловцев был снят фильм, вот именно на пожертвованиях. — Ну, один из альбомов «Мумитролля» записан тоже. — Всё, конечно, зависит от рынка. Всё зависит от рынка. То есть, если есть люди, если есть рынок, то мы можем об этом говорить. То есть, всегда можно найти среди 100 миллионов больше людей, чем среди 2 миллионов. — Опять-таки утыкается в ёмкость нашего рынка, да? — Конечно. — И, разумеется, к сожалению, о поддержке какого-то, ну, то, что в России называется Госфильмфонд, в нашем случае, в принципе, речи не идёт, да? — Ну, видите как, это жанровое кино, и в этом как раз-таки заключается парадокс, что это востребованное кино, люди хотят, но государство всё-таки поддерживает больше проекты, нацеленные на как раз-таки фильмы, которые больше рассказывают об истории. Это фильмы, которые с другим сценарием, с другим сюжетом, и вот такое вот лёгкое, простое кино, достаточно тяжело найти финансирование у государственных фондов. — Если простыми словами, то, как мне известно, государственные фонды, национальный киноцентр, Културс Капиталс Фонс, они поддерживают фильмы, которые без поддержки государства не могут существовать. То есть их позиция такая, что если у вас коммерческое кино, то вы найдёте коммерческие деньги на это кино, а государственные деньги идут на кино, которое без коммерческих денег, которое коммерческих денег не получат. То есть это арт-хаус, это история, это драмы, это что-то такое, у чего нет большого массового зрителя, но что, по мнению Национального киноцентра, должно существовать как вид искусства в Латвии, для того, чтобы двигать кинематограф дальше. — Но ваш фильм снят всё равно на русском языке, то есть я понимаю, что это расширяет возможности его демонстрации на всём постсоветском пространстве, в принципе, я понимаю, что с таким прицелом тоже? — Да, это как раз-таки наша идея, мы с Даником, наверное, нас можно назвать такими сильными патриотами, то есть мы хотим снимать кино именно в Латвии, мы хотим снимать наше кино, но мы хотим донести и показать как раз-таки Ригу, Латвию, большему количеству людей, поэтому мы осознанно сделали такой выбор, что мы хотим взять, попробовать привезти сюда российских актёров, потому что у нас достаточно известные актёры, которые согласились участвовать как раз-таки из-за сценария, из-за Латвии, им понравилась эта идея. И тем самым получается, что теперь у нашего фильма есть возможность выйти в прокат как раз-таки в России и большему количеству людей показать наш прекрасный город, нашу локацию. — В этой связи, прошу прощения, в этой связи рождается вопрос, а приходила ли вам мысль обратиться в агентство, которое называется Агентство развития туризма и инвестиций Риги, то, что раньше называлось Лифрига, РТАП. — Смотрите, тут есть такой очень важный момент. Все вот эти вот обращения в какие-то структуры, они требуют длительного времени, чтобы там случилась какая-то бумажная работа, и в итоге там произошла эта выдача денег. Иногда, допустим, как было в нашем случае, художник готов, он хочет творить. И очень важно не пересидеть этот момент, и иногда лучше, допустим, обойтись какими-то своими средствами, пусть это будет меньше, пусть это будет накладней, но сделать, чем ждать там условно полгода и потом, а может и не получится. Естественно, да, такие варианты есть, но еще всегда стоит риск того, что ты просто потеряешь время и не получишь, потому что есть эта специфика, жанровость и тенденции. — Вы буквально опередили один из моих вопросов, я как раз хотел спросить, но такой вопрос близкий к риторическому, что в таком случае заставляет продолжать снимать, вкладывать свои деньги, ждать два года, в общем-то в полной безнадеге получится, не получится, когда все это выйдет и так далее. — Это очень хороший вопрос. — Да, и не уйти в арт-хаус, за который могут дать деньги. — Ну, арт-хаус тоже арт-хаус урознь, да, то есть все-таки дают деньги, у нас стараются все-таки за арт-хаус, который не просто набор каких-то кадров с каким-то смыслом, то есть не буду принижать, собственно, качество проектов, которые сейчас у нас начали появляться в Латвии, то есть у нас есть хорошие фильмы появляются и за государственные деньги. Вот, просто в нашем случае это был не тот проект, под который можно получить деньги. Вот, но если возвращаться к вопросу про то, что заставляет снимать, это хороший вопрос. Я немножечко так в сторону отойду. Идут съемки, шестой день, ночные съемки, очень сложная, вся команда замученная, то есть все на стрессе. И все равно вот проходят съемки, ты разговариваешь с ребятами, ну что, как твое настроение? Говорит, скучно без съемок, хочу дальше снимать, хочу творить, хочу делать. То есть киношники, ну вообще по-своему немножко сумасшедшие люди, потому что вот без вот этой всей волны вот этого стресса, творчества и какой-то постоянной паники, ну не могут, слишком спокойно. Как вы искали лака? Но это одна сторона. Ты сейчас говоришь о таком тотальном творчестве, а все-таки мне кажется, важно здесь рассмотреть это все с точки зрения профессии. То есть, например, моя профессия – это режиссер, я работаю режиссером, и это работа, которую я очень люблю, и поэтому я ее делаю. Но в силу, допустим, каких-то экономических обстоятельств, развития, стадии развития кино в нашей стране, это сопряжено какими-то сложностями, да, которые выражаются, например, во времени, в количестве денег и так далее, и так далее. Но все равно мы это делаем, потому что мы любим свою работу. Вот, я думаю, это важно. — И любите город. Вот как искали локации? Там вот эти улочки, какие места, сам ресторан, где происходит местное действие, где любовная сцена? — Ну, Рига – очень красивый город, и я всегда говорю, что мы, живя здесь, будучи жителями, мы просто… у нас замыливается глаз, мы не видим всех этих моментов. Это как вот мы приезжаем в какую-нибудь Прагу, например, да, гуляем, о, как красиво, да, Рига ничуть не хуже, да, то есть просто мы привыкли ко всем этим видам. И тут, наверное, вопрос суметь действительно под новым углом посмотреть на все эти вот здания, крыши, улочки. И тут помогает, действительно, выйти с камеры, наверное, просто посмотреть. И мы с оператором, Макар Борисов, оператором, мы гуляли с ним по городу, смотрели, какие места нам могут подойти. Вот, и потом, собственно, то же самое делали с камерой. Вот, у нас одна из сцен, она была в туалете, вот, это сцена, любовная сцена, как было сказано. Это, наверное, был такой интересный момент поиска, то есть мы искали достаточно просторное помещение для съемок, чтобы оно подходило по дизайну, по оформлению какому-то. И вот мы с оператором просто шли по городу, заходили в отели, в рестораны и говорили, здравствуйте, мы снимаем кино, мы хотим сцену секса снять у вас в туалете. На что мы получали... Как относились вообще к этому предложению? Это было огромное количество удивления, широкие глаза, непонимание, какое кино, что, потому что мы каждый раз рассказывали базовую историю о том, что происходит, почему, вот, и нас либо говорили, что нет, мы не готовы, либо нас предлагали посмотреть, либо нам предлагали связаться с менеджером. То есть мы обошли, наверное, добрую сотню... Где самые красивые, скажите, вот... Туалет? Да. Тот, которым нам разрешили снимать. Это Кальтью Варты. Я не знаю, сейчас это Кальтью Варты, или там не поменялось название, но вот это место, которое на Ливу Лаукомс, известное достаточно, вот у них оказался достаточно просторный, красивый, чистый туалет. Я хотел еще два слова, может быть, об актерах, которые снимались, вот я обратил внимание, что Максима Бусилова, вы так неожиданно, он всегда ведь настолько, вот, играет красивых, благородных, там, не знаю, сильных героев, и здесь совершенно вот как бы не... В его такой неожиданный слом шаблона, не его, как казалось бы, амплуа. Да, это был очень интересный момент кастинга, как мы искали актеров, и мы сразу с Даником поняли, вот, вот, хотим попробовать Максима в новой роли, надо предложить. И когда вот это все произошло, поняли, что идеально. Ну, у нас еще художник по костюмам, Ксения Краснодемская, она, собственно, придумала этот образ визуальный, который идеально сочетался и со сценарием, и с Максимом, вот, и получился как раз, получилась хорошая комбинация. Наш латвийский Джуд Лоу, я бы сказал просто. Наш любимчик. Ну, я с Максимом давно хотел поработать, потому что еще в первый свой фильм, когда я снимал, то есть он приходил ко мне на кастинг, но это было достаточно давно, и тогда не сложилось, и сейчас вот был очень рад с ним поработать. И главный герой у нас из России, Юля сказала, мы привезли внука Андрея Миронова, Андрей Миронов-Удалов, молодой российский актер, достаточно перспективный, и Анна Глаубе, то есть тоже московская актриса, сериалы, мюзиклы, кино, то есть с достаточно большим послушным списком. Ой, интересно у нас, да, сбор интернациональный получился. В 2018-м, по-моему, году мы объявили кастинг на российских специализированных платформах, актерских платформах, и в общем и целом мы рассмотрели около 800 заявок на две главные роли. То есть и около, наверное, 150-200 видеопроб нам прислали актеры из России, Украины, Белоруссии, то есть из большого количества стран. Что будет дальше с этой новеллой? Во-первых, вы скажете ли вы ее в прокат отдельно, снимаете ли две оставшиеся трети? Учитывая, что у нас буквально минутка осталась, если можно. Новелла идет на фестивале как отдельная часть в виде короткометражного фильма. В Риге она будет показана? Нет, 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 это был закрытый показ, да. И дальше мы сейчас приложим максимальное усилие, чтобы доснять две оставшиеся новеллы и уже сделать полноценное кино, которое дальше как раз-таки пойдет в прокат. Если инвестор есть, вот сейчас нас слышит, он может увековечить свое имя. Отзовитесь, пожалуйста. Отзовитесь. Если нас сейчас даже не слышит потенциальный инвестор, он через пару часов сможет прочесть на портале MixNews.lv и отреагировать, и поддержать ребят. Спасибо. Спасибо вам. Мы уложились в последнюю минуту. Удачи. Будем рады, конечно же, когда у вас все получится, в чем мы немало не сомневаемся. Хорошего дня. Утро на Болткоме объявляется закрытым. Болтком, тем не менее, продолжает работу. Ну, впереди нас ждет много интересного. Ну, и, конечно же, 24 на 7 много интересного на портале MixNews.lv. Утро на Болткоме.